Ну и сейчас о скромной художнице из Санкт-Петербурга. Ирина Романовская нарисовала портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева, но стесняется им их подарить. Все дело в технике написания, а она как раз не скромная. Картины Романовская пишет собственной грудью. Процесс сложный, сама признается, что даже малейшую неточность не исправить. Приходится начинать сначала, но судя по результатам, терпение художника, художницы не занимать. Сходство очевидное. Кстати, если первым лицам государства Романовская дарить свою работу стесняется, то, например, Владимиру Жириновскому, а его портрет тоже есть в коллекции, просто боится, переживает, что реакция эпатажного политика может быть непредсказуемой. Артем Кол изучал стиль работы петербуржского таланта. Артем, добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. А может, не надо опасаться Жириновского? Ведь, насколько известно, поддержкой Романовской заручилась поддержка не менее непредсказуемого Виталия Милонова. Ну, Владимир Вольф пока взял паузу в этом вопросе, видимо, еще не определился. Ну, в общем, вот они, эти портреты, эти самые портреты, уже знаменитые Владимира Путина и Дмитрия Медведя, нарисованные грудью. Автор Ирина Романовская, молодая художница из Санкт-Петербурга. Все картины сделаны, как говорит сама, в технике монотипия. Это такая разновидность графики, когда художник использует один свет. По сути, принцип печатного станка только здесь вместо пресса – девичья грудь. Процесс очень трудоемкий и кропотливый. Вот мелкие детали сложно прорабатывать, и чтобы как бы вот было похоже. Вот это самое сложное. Ирина уже нарисовала не один портрет Владимира Путина. В коллекции есть Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский и футболист питерского клуба «Зенит Халк». Художница даже подарила свою работу спортсмену лично, после чего он оставил автограф на творческом инструменте Ирины. Работами девушки заинтересовался и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, небезызвестный Виталий Милонов. Но в родном для Ирины городе на Неве уже появились конкурентки. Виктория Романова тоже рисует грудью. Вот только техника совершенно другая. Акриловыми красками она творит на бумаге своим телом, как кисточками. Только десятого размера. Мою работу первую купили. Я подумала, ну значит, интерес есть. Ну вот свой художественный талант необычным способом выражают и мужчины. Тим Печь из Австралии продает свои картины за огромные деньги, а рисует им их, ну вы уже догадались, с тем самым вот местом. И даже разработал уникальную технику живописи, как творить, когда вместо кисти у тебя в руках часть тела. Когда ты рисуешь своим органом, нужно им управлять, как кисточкой. В целом эксперты говорят, что это имеет мало общего с современным искусством. Ничего нового в живопись такие художники не привносят. Ну такая техника рисования все же прибавляет пикантности, и многие люди готовы переплачивать за клубничку. Ну а там Алексей готовы заплатить за свой портрет, нарисованный Ириной Романовской. Боюсь, что жена не одобрит. Спасибо. Артем Кол о талантах художницы из Петербурга.